Всем привет! Вы на канале Apollo Games и мы продолжаем играть в 60 парсекс. В общем, я начал перепроходить Фобонос, планету, потому что мы в прошлый раз умерли от космических пиратов. У нам вот этого челика надо было лечить, кстати. Так, давайте посмотрим сразу задачи. Помогите инопланетянину выздороветь. Ну, в общем, он выздоравливает, я ему уже аптечку дал. И вот, тут кто-то у меня появился. Капитан, что это было? Этот звук. Мои датчики регистрируют металлические инородные объекты на нашем корпусе. Ох, моя оперативка, это же роботизированный эскадрон смерти. Они, наверное, следовали за нами. Они идут за вами. Углеродные формы жизни. Один из них забрался на борт шаттла. Капитан, удерживайте свою позицию. Блин, а я готовился, короче, к нападению пиратов? Ну, то есть, я вообще не ожидал такого. Я не знал, что они могут напасть на меня. Я даже, вон, пистолет сделал, короче, модернизировал его. А нам тут нужно навыками как-то защищаться. Ну, давай интеллектом, наверное. Фух. Самое главное сейчас не умереть. Так, у меня тут все в норме, да? Тут у меня аптечка делается. Сейчас посмотрим, что будет. Самое главное не умереть. То это будет провал вообще. Дикий. О, нормально. А вы решили, что любой конфликт можно решить с помощью беспристрастной логики и холодного расчета. Конечно же, единственным логическим поступком было потянуть за рычаг экстренного продува реактора. И, естественно, это привело к распаду атакующей стороны на атомы. Что выглядело просто омерзительно. Хорошая идея, капитан. Роботы смерти ушли. Отличная работа, капитан. Конечно же, их программа в подметке не годится моей системе производительности. Но они все еще остаются роботами смерти, поэтому рано или поздно нападут снова. Вы все еще полностью психически уравновешены. Меган умирает от голода. У меня тут еще был малыш. Короче, вот. Если... Подожди. А, ну ладно. Короче, где-то тут показывается, что у меня еще был малыш. Но он умер, короче. Капитан, слышите, как я стучу зубами? Конечно же, не слышите, потому что я компьютер, и зубов у меня нет. Прикиньте. В любом случае, мне жаль вам это сообщать, но отопительный модуль заклинило в режиме охлаждения. Очень скоро станет очень холодно. С моими вакуумными трубками все будет в порядке. Но вам нужно утеплиться, капитан, или замерзнете. Давай броню наденем, да и все. Так, аптечка у нас еще делается. Заканчиваем день. Мне просто очень интересно, как... Какой финал у этой планеты? Я так понимаю, планеты всего лишь три. У меня получилось разобраться с заклинившим отопительным модулем, капитан. Теперь он работает как надо. Можете убрать этот жилет. Все остальные вы уже успели его примерить. Так. Что мы тут можем сделать? Давай систему экспедиции модернизируем. А, апгрейд. Вот почему недоступно. Сэр, я засекла на борту сигнал какого-то червяка. Паразиты пробрались к вам в носы, а оттуда в тела. Вам надо от них избавиться. Как вы поступите? Попробуйте вытащить их при помощи пинцета или примените свои знания о беспозвоночных организмах и придумайте лекарства? Давай попробуем придумать лекарства. Не знаю. Так, нам покормить надо. А, ну вот тут у меня малыш показывается точно. Он, короче, пошел на поляну, там где угроза это трава. Так, день 59 уже. Оу. И, короче, там умер. Не знаю почему, я ему броню дал, там еще что-то дал, не помню. Пока вы разбирались с червями в носах, вы вспомнили кое-что важное с так граждане. Вы вспомнили, что некоторые слои могут стать ядом для живущих в носу паразитов. Вы выскребли все остатки из моих контейнеров с солями и втянули их носом. Вскоре вам обоим стало гораздо легче. Теперь вы, возможно, сумеете проползти на странице учебников по истории астрограждан, капитан. У нас куда-то капитан делся. Рада, что наконец уговорила вас немного прогуляться вокруг шаттла. А, ну, точно. И размяться, хоть и вы и утверждаете, что я вас вынудила своим бесконечным нытьем. Это ради вашего же блага, капитан. Выйдя наружу, вы заметили маленький астероид, летящий прямо на вас. Ну да, для нашего же блага. Так. Вы грациозно увернетесь от него или схватите ближайший плоский тяжелый камень и прикроетесь им на манер щита. Давай уклоняться, потому что, ну, такое себе, как щитом пользоваться. Так. Когда он там уже выздоровеет? Задрал. День два... Шестьдесятый. Когда тебе в голову летит астероид, думать о точности некогда. Вы попытались отпрыгнуть в сторону, но споткнулись. Прямого удара астероида вы, конечно, избежали, но я вижу, что вы прихрамываете, капитан. Похоже, вы повредили пару сухожилий, останутся некрасивые синяки, и, возможно, какое-то время вы не сможете нормально ходить. Учитывая скорость, с которой летела та штуковина, вам очень повезло, что вы вообще остались живы. Прямой удар размазал бы вас по земле, как помидор. Меган продолжает считать вас в своей второй половине. Да, тут, типа, пришлось, потому что она держала там за спиной заточку. Так, куда мы можем отправить Меган? Мояная фабрика. Ну, такой себе большой бункер. Так. Понятно. Мемориал. Блин, ну, шансы вот это вот всё найти у меня, в принципе... Подожди, у меня же вроде всё есть, да? Но я даже изготовить ничего не могу. Вроде как всё у меня есть. Сэр, неподалёку что... Неподалёку только что раздался какой-то звук. Похоже, это таракан размером со школьный автобус. Так, беру свои слова назад. Это мёртвый таракан. Незнакомец нас увидел, он приближается. Ну, это у нас уже было. Давай попробуем банку супа, наверное, дать. Сколько у нас там супа? Ну, семь, да? Ну да, тут и видно, что семь. Я что-то туплю. Так, ну давай попробуем дать. Почему бы и нет, в принципе? Куда мы можем отправить её? Военная фабрика. Блин, я не знаю, что это за угроза. Вот в чём проблема. Я боюсь, что она не вернётся и... Нам хана. Хм. Ну, явно нужно взять маску. А, давай подумаем. Берём мы маску, да? Что это означает? Какой-то культ. Ну, можно пистолет, конечно, с собой взять. И... А-а-а, может быть, артефакт. Да? Да, мне кажется, это артефакт нужен. И возьмём с собой руководство, чтобы больше химикатов принести. Я вот сейчас этим пользовался и нафармил тут вообще... Дичайше. Сэр, неподалёку только что развался какой-то звук. А, ну, блин, мы это видели. И всё, мы уже решили, что с ним делать, с этим звуком. Надо тупануть. Так, 61-й день уже. О, пять! Ты чё, шутишь, что ли? Странный маленький убийца тараканов с благодарностью съел суп, который вы ему дали. Затем он бросил вам запасное копьё и несколько часов учил вас убивать тараканов. Вы чувствуете, что стали проворнее. А, ну вот, он нам, получается, ловкость, да, повысил? После того, как инопланетянин ушёл, мне удалось перевести кое-что из того, что он нам сказал. Я крутой охотник на тараканов. В том смысле, что я круто охотничий на тараканов. У вас есть еда? В прошлый раз мы ему не дали, сейчас он нам ловкость поднял. О, я регистрирую рядом с нами летающий объект. Подождите-ка, их много. Это роботы, да ещё и необычные. Это роботизированный эскадрон смерти. Они всё ещё охотятся на нас. Готовьтесь, капитан. Один из них забрался на борт шаттла. Капитан, удерживайте свою позицию. А, давай, наверное, атомную батарею попробуем. Блин, у нас много минералов, но мало химикатов. А, ну в принципе, нам сейчас принесут химикат, я надеюсь. Так, если мы не хотим, всё у нас в порядке. Самое главное, чтобы вышло с атомной батареей. 62-й день. Оу, астрограждане, на помощь. А теперь, капитан, поджарьте этих ублюдков. Хорошая работа. Приношу изменения за непристойные выражения, но гигаватт электричества через корпус может заставить искусственный интеллект начать болтать всякое. Самое важное это то, что мы поджарили незваных гостей, и они сбежали. Роботы смерти ушли. Отличная работа, капитан. Конечно же, их программа и в подмётке не годится моей системе и производительности. Опять. Но они всё ещё остаются роботами смерти. Опять они рано или поздно нападут снова. Ну, будем пытаться быть готовыми. Так, сразу аптеку примем. Сейчас пишут, что здоровье ок, но на самом деле оно нифига не ок. Блин, нам химикаты нужны. А, ну у нас на следующий день уже не Меган, да, придёт. Так что, в принципе, всё хорошо. Капитан, сзади трёхголовый мутант. О, извините, капитан. Кто же мог подумать, что в ходе обычной тренировки вы так подпрыгнете и ударитесь головой? Выглядит плохо, кровь повсюду. А, так это вот почему я получил травму. Я думал, у меня типа током шарахнуло, как и её. Если у вас есть возможность чем-то залечить рану, советую вам это сделать. А, ну тогда не будем применять аптечку. Просто типа поедим, а тут аптечка, да? Ну, хотя, скотч будет потом легче сделать, если что. Давай так попробуем. У меня скотч со всеми проблемами просто решает вопросы. 63-й день. Всего существует примерно 1337 возможных видов применения скотча. Конечно же, лечение таких ран – это один из них. Даже если повязка служит временной мерой. Вы получили тяжёлую травму, сэр. Вам нужно что-нибудь поесть. Так я уже там... А, ну... Мне всё равно, да, лечиться. Травмирован. Давай на следующий день посмотрим, надо ли нам лечиться. Капитан, кажется, у нас утечка. Система пожаротушения вышла из строя. И теперь всё мокнет. Нам нужно что-то предпринять, пока все наши припасы не утонули. Действуйте быстро, нельзя терять время. Вам нужно отключить систему труб с помощью главного. Вентиля. Или на время вывести из строя систему опрыскивателей. Блин. Я не хочу весь суп потерять. Так. Я тут что-то хотел посмотреть. А мы ничего сделать пока не можем. Ну ладно, тогда заканчиваем. А... Я почему-то думал, что Меган... Я как всегда в этих днях путаюсь, когда они там должны вернуться. День 64-й. Получилось, капитан. Вашего ума оказалось достаточно для того, чтобы отключить систему опрыскивателей. Как только начался потоп. Благодаря этому у вас было достаточно времени, чтобы их починить. С радостью сообщаю, что наши припасы в безопасности и с запасами воды ничего не случилось. Меган вернулась домой и попыталась описать сюрреалистические пейзажи фабрики. Она неважно выглядит, просит еды и то и дело вздрагивает. Фабрика оказалась полна кошмарных экспериментов и других ужасных вещей. К ней приближались какие-то мерцающие призраки, но, видя артефакт у нее в руках, отступали. Вот, да, я угадал с артефактом. Один раз часть артефакта внезапно улетела в угол, словно ее кто-то дернул. Она чуть не задохнулась в мутном голубом воздухе зала с огромным устройством в форме спирали. Благодаря противогазу ее дыхательные пути остались чистыми, однако газ слегка разъел его. Перед уходом она сопоставила с руководством содержимое столов в разных цехах. Она вернулась со множеством образцов химических реагентов, плюс 15. Среди странных резервуаров и лабораторных контейнеров Меган без труда обнаружила множество химических реагентов. Возможно, это отвратительное предприятие могло бы стать богатым источником припасов капитана, однако там полно неведомых опасностей. Похоже, Меган очень рада, что вернулась. Ну, конечно, рада. Мы все еще травмированы, так что пора юсать аптечку. Так, мы можем продолжать делать суп, и... А, у нас и артефакт, и... Давай артефакт подчиним, хотя нет, давай руководство. О, никаких происшествий, капитан. Я предлагаю вам... Капитан, не могли бы вы прикрывать рот, когда зеваете? А, ну, не хочу я этим заниматься. Это, типа, развеселите себя. Нам и так нормально. Нам и так весело. Так. Шестьдесят пятый день. Что-то он очень долго там лечится. Вчерашний день тянулся долго и начался скучновато. Так. Меган продолжает считать вас своей второй половиной. Ммм... Что, надо аптеку делать по-любому. Капитан, немедленно перестаньте танцевать и послушайте меня. Ситуация критическая. Вы не матрос на Бродвее. Хотя, я должна признаться, импровизируйте. Вы прекрасно. А, что-то у нас... Как-то нам не очень тут весело. Вы оба отравлены. На шаттл попал какой-то психотропный яд. Возможно, из-за того, что в шлюзе полно... Сами знаете чего. Да, знаю. Цвета звучат красиво. Однако, если мы немедленно что-нибудь не предпримем, вы можете получить необратимые повреждения. Да, носок, типа, не знаю. Самое главное, с Меган все в порядке. Так. День 66 уже. Опять напали. Так когда это кончится? Когда вы надели на руку носок и еще час блаженно танцевали с Шимми, я уже решил, что вы потеряны для общества. На счет три вы оба понюхали носок, и ваши лица скукожились. Точно коммунистическая листовка, скомканная праведной рукой. От этого запаха вы мгновенно пришли в себя. Рада, что вы вернулись. Вы умираете от голода, капитан. Ох. Когда же они уже перестанут приходить к нам? Я регистрирую. Рядом с нами летающий объект. Подождите-ка, их много. Так, ну это понятно. Удерживайте свою позицию. Блин, но двойка это не стопроцентный шанс, но в принципе можно опять попробовать интеллект. У нас там в принципе все, двойка. Может быть в этот раз не получится. Я не 67. О нет, получилось. Вы решили, что любой конфликт можно решить с помощью беспристрастной логики и холодного расчета. Ну опять то же самое. В принципе все нормально. Меган говорит мне, что вы кашляете и шмыгаете носом чаще обычного капитана. Похоже, вы попросту простудились. Однако Меган волнуется за вас и считает, что у нее есть лекарства. Меган прописала вам пить горячую воду. Когда вы спросили ее, должно ли это восстановить баланс энергии ЦИ, она покачала головой и ответила, что это должно помочь. А до боли в горле и что у вас на борту нет чая. И странно на вас посмотрела. Ну что, будете пить горячую воду? Ну давай попьем, почему бы нет. Все. Я не знаю, блин, еще раз ее куда-нибудь отправить. Большой бункер. А зачем нам энергия, в принципе? Можно еще раз на военную фабрику, в принципе, отправить. Мемориал. Давай, наверное, еще раз на военную фабрику. Или нет? Зачем нам куда-то отправлять? Пока что все хорошо. Все просто отлично. Пока ничего делать не будем. День 68. Когда там конец? Лео. Аптечка. Вы выпили горячую воду, боль в горле слегка утихла. Меган посоветовала, что у вас нет... Посетовала, что у вас нет... Не чая, который можно было бы заварить не даже дольки лимона. Это там понятно, неинтересно. По-видимому, гора этой планеты подверглась множеству серьезных повреждений, потому что за соседним холмом разверзлась широкая пропасть, доходящая до ядра планеты. Зубастый разлом в тектонической коре. Самое интересное, что на ближнем краю пропасти находится половина углового бункера пришельцев. Вторая половина разрушена и почти вся находится на дальнем краю. Но между ними тянется кабель, соединяясь с небольшим, похожим на сейф, объектом на дальней стороне. Вы хотите подойти к нему по канату или попытаться подтянуть его к себе? Давай по канату. У нас это вроде уже было, но я не помню, чем это закончилось. Блин, суп-то кончается, в принципе. Надо отправлять, наверное, еще за химикатами. 69-й день. Балансируем на проволоке. Вы ловко пересекли пропасть возле шаттла и уверенно приблизились к сейфу, который оказался вовсе не сейфом. Это холодильник. Пустой холодильник. По крайней мере, если в этом мире взорвется еще одна бомба, вы теперь знаете, где спрятаться. Меган умирает от голода. Давай ее кормить. Тут делается носок. Капитан, Меган заметила, что в трещине в почве неподалеку от нас растет какой-то голубой фрукт, испещеренный прожилками. Он слегка пульсирует. Дадите кому-нибудь попробовать этот фрукт? При других обстоятельствах я бы не стал оставлять за человеком такое поспешное и легкомысленное решение. Но у нас отказаться нельзя, так что... Ну так. Ай, давай ее отправлять еще раз на военную фабрику. Так, мы ей даем учебник. А, мы ей даем... А, у нас нет артефакта. Так что нет. Пока что нет. Без артефакта есть шанс, что она там может умереть. У нее там эти призраки атакуют и так далее. Семидесятый день. Опять они напали. Вы решили, что голубой фрукт с прожилками, растущий возле корабля, стоит попробовать. Ну понятно, это мы уже много раз видели. Ультра-современный носок. Так. Ммм. У нас есть выбор пистолет, лопата и атомная батарея. Ну давай, наверное, пистолет. Хотя, почему бы еще раз атомную батарею не сделать? Должно сработать, да? А пистолет вот я не знаю даже. Ладно, давай еще раз пистолет. Ремонтируем артефакт, а на завтра уже отправляем Меган. Он же там за один день вроде ремонтируется, да? Так, главное, чтобы сработало. Семидесят первый день, да? Признаюсь, что меня умилило то, как вы защищали коллегу от атаки. То, что вы были в броне, никак не принижает ваш героический и крайне безумный поступок. Роботы смерти ушли. Отличная работа, капитан. Конечно же, их программа и в подметке не годится моей системе. Даже не сказали, как мы применили эту батарею. Так. Ладно, делаем суп, отправляем Меган еще раз сюда. Мы даем ей артефакт, руководство и маску, да? После того, как мы забрали маленького Фабианина, о, сравним. Вы решили, что лучше всего будет оказать инопланетянину первую помощь, полечив его новую. Теперь он немного расслабился. Но оно все еще не в лучшем состоянии. Что хотите использовать, чтобы его полечить? Ну давай, теперь заклеим его скотчем. Почему бы нет? Эммм, так. Семьдесят второй день. Эй, куда ты? Отдохнув еще пару часов, маленький инопланетянин, который находится в нашем шаттле, кажется, оклемался и дышит полегче. И он только что заговорил на ломаном английском. Ум этих Фабиан, наверное, такой же острый, как сталагмиты. Если они так быстро схватывают иностранные языки. Одинокий Фабианин объяснил, что он изгнанник, которого выгнали из его дома, бункера 1799. Он поверил, что мир снаружи безопасен, когда нашел записи о райской зоне на западе, которую не затронули ни война, ни радиоактивные осадки. Но говорить такие вещи, это табу. Для послевоенной культуры их расы, страдающей от агорафобии. Изгнанник отметил на карте крепость-убежище и предлагает нам отправиться туда. Может быть, кто-то из экипажа может пойти, капитан? Чувствуя, что в зловещем промышленном предприятии можно найти еще много тайн, Меган отправилась исследовать его мрачные цеха. Я машина, а машины не могут слышать голоса. Она как голоса, которые я сейчас слышу, очень громкие. Так, двухмерные существа, зажигалкой мы их прогоним. Делаем суп. Так, смотрим, что у нас на следующий день. Ну, финал уже где-то близко. Как где он? Ваш корабль захватили двухмерные существа. А ну все, мы их прогнали зажигалкой. Вы линьте наружу, сэр. Лима Шатла пробирается в процессе жалких фигур, понуривших головы и мрачных полозок. Так. Давай аптечку дадим. Вы уже это тоже видели. Так. Семьдесят четвертый день. До сотки дойдем. Печальное существо из мрачной процессии отказалось от предложенной вами аптечки и сунуло вам в руки маленький диск с данными. Вы, пожав плечами, поблагодарили и снова попытались сучить ему аптечку. Инопланетянин вытащил оружие и ударил вас. Вы быстро закрыли дверь Шатла и он побежал догонять процессию. Позже мне удалось просканировать диск. По-видимому, эти инопланетяне знали, что навигается разрушительная война. И когда она началась, они все еще строили свои бункеры. С тех пор минули десятки лет, а они по-прежнему не снимают защитных костюмов и мутировались, чтобы выжить в этом мире. Не знаю, то ли жалеть их, то ли бояться, сэр. Ну, в общем-то, все, блин. Так. Давай, мы будем, наверное, что-то перерабатывать. Нам нужно аптечку, блин, сделать, потому что... Ай, этот Фабианин нам ее сломал. Так, ладно, на этом я, наверное, уже серию буду заканчивать. В следующей серии, наверное, уже будет финал все-таки. Ладно, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. ПОДПИШИСЬ!